Начнем мы текстурирование с того, что создадим в фотошопе новый документ 1024 на 1024 и разделим его на квадратики. Интересно, сколько это будет квадратиков. Сейчас посчитаем. Как подсказывает калькулятор, это будет размер 256 пикселей на 256. Вот такой квадрат. Один из них зеленый, допустим, голубой с зеленым, тут желтый вообще. Ну вот это давайте посмотрим. То есть у него серый, потом такой невзрачный зеленый, синий должен быть, красный, желтый. То есть выберем сначала два вот этих основных цвета. Примерно запомнили, да? Давайте выбирать. Создавать вот таким образом себе палетку. Я даже сделаю по-другому, ребята. Я сделаю хитрее гораздо. Еще нам мучиться так. Мы сейчас возьмем этот Speedfire. Вот этот вот. Build Copying. И вот сейчас мы его прямо вот сюда сейчас закинем. Вот так. И уменьшим чуть-чуть. Уменьшим. Так. Вот. Так будет гораздо проще. Выбираем цвет. Вот так. Выбираем цвет. И говорим ему пипеточкой. Нам нужен вот этот зелененький. Не знаю, какой из них лучше выбрать. Такой вот нейтральный. Ага. Нажимаем X. Нажимаем Ctrl. Стрелочка назад. Получаем. Так. Теперь двигаем. Сюда пока что. У вас уже наделали. Так. Хорошо. И теперь возьмем этот цвет. Так. Переворачиваем его. X и Ctrl. Стрелка. Вот так. Угу. Ага. Дальше идем. Берем вот этот синий. Здесь говорим. Еще один цвет. Ставим сюда. Синий. Так. Дальше возьмем. Который сохраняем. Сохранить как. Где у меня тут в блендере текстурки есть. Текстуры. Вот они. Так. Этот. Назовем его Speedfire. Color. Создали. Ок. Так. Ну что. Для текстурирования мы с вами разбили эти три окна. В одном у нас UB Editor. Во втором у нас BigMode. А здесь у нас Shader. Вот он. Так. И давайте мы теперь сначала выделим, наверное, все. Вот это вот. В объекте EditMode. Давайте все выделим. Так. Наверное, смотрю. Видите, они хотят выделяться, да? В лопасти. Фу-фу-фу. Ну давайте мы их, может быть, объединим, тогда они с нами объединятся. Для этого надо и play сделать сначала. Вот так. И теперь объединиться. и у нас дата вот так вот они теперь все объединились так можем теперь идет вот выбрать это все это выбрали скажем uv развертка с пускай пока так будет сейчас создадим новый материал dd текстура image текстура вот она так здесь все нормально и откроем текстуру которую только что создали блендер текстуры вот она так есть и теперь здесь мы можем ее подключить вот она это выделить и уменьшить до невозможности скажем так или еще меньше сделать и перетащить ее с помощью g на зеленый цвет так и смотрим что получается вот у нас получился весь самолет зеленый ну чтобы это видеть ребята надо поставить сюда свет без света это без бессмысленно просто ничего не увидите объект но то что тут можно рассмотреть да давайте мы сейчас скажем новый цвет поднимем ее же наверх сделаем и пойдем сюда сделаем все эту побольше скажем вот столько пускай будет хорошо там работать дальше дальше начинаем работать дальше детмод и посмотрим что вот нам дает вот эта штука мы выделяем сейчас и так выделили и с помощью g переносим их вот сюда раз видим черных прекрасно так что еще у нас а мы можем теперь допустим выбрать вот эти полигоны да смотрим смотрим все нормально вот эти полигончики мы сейчас выберем эти вот они у нас появились мы берем джейп и уносим на белый вот все получили белый прекрасно а еще вот тут надо было хотя там уж пушка у него будет откуда я знаю тут теперь давайте выберем вот эти полигончики и скажем перетащим это на черные есть так а эти полигоны делаем как у спидфайра белыми видите как хорошо получается ну и так все лопасти конечно после того как мы таким способом раскрасили наш этот и не знаю может быть вот этот сделать сейчас попробуем с вами серый что у меня брюхо всегда было брюхо было всегда светлее как бы у самолетов нет так 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 Давайте его перетащим вот сюда и посмотрим. Да, он сделал, но какой-то он не очень, скажем так. Может при хорошем среде будет нормально. Так, ну а теперь нам надо перейти в Out и попробовать сделать этот камуфляж, о котором мы с вами говорили. Давайте мы это все уберем теперь, а вот и ничего не нужно. Так, надо взглянуть еще раз на Spitfire. То есть, где вы так-то увидите хорошенько. Ну вот это, допустим, да, то есть мы увидим, что вот, вот, ну в принципе, ребята, это мы сами можем делать, как захотим. Лишь бы это было по цветам правильно. Так, попробуем сейчас. Перейдем в Edit Mode, перейдем сверху. Вид. Интересно я могу воспользоваться здесь вот этим бисектом. Да, ну как бы лежит так это. Глубовато. Видите, так вот. Так-то, конечно. Но не пойдёт. Так, тогда мы воспользуемся ножом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Здесь так сделаем, так сделаем. И вот так соединил. Нажмём Enter. Готово. Так. И давайте дальше. 7. К. Так. Переворачиваем. И здесь. Делаем так. 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 И вот так. Нет. Извиняюсь. Другая песня. Как. Вот мы разрезали, да? Вот мы разрезали, да? Детали. И вот так. Мы разрезали. Ну, все. если мы сейчас выберем вот это вот все скажем что это вот такая должна быть то она такой и будет по идее вот видите то есть вот голубая не так ярко выражена также выделить вот эти полигоны для чего воспользуемся скорее всего т.к. и тоже скажем это будет у нас тянем сюда получаем вот такое ну и так далее по всему самолета смотрим на этот картинку смотрим как это лучше сделать и таким образом раскрашиваем я не знаю если я сейчас возьму эту картинку и скажем так немножечко поработаю с цветом вот этот сделать пример коррекция темнее к этот сделаю вот этот сделаю коррекция светлее вот так вот сюда и еще возьму один цвет который голубой сделаю красивый красивый голубой сделаю такой вот такой и я сейчас ее возьму сохраню сохранить сохранить секунду и и сохраним под тем же названием сохранить и там же так сможет ли она измениться здесь как-то актуализировать это можно сейчас я попробую здесь сделать это объект объект нет здесь нам надо шейдер эдитер вот он и вот я теперь сейчас еще раз его загружу мы возьмем он изменился отлично поэтому мы сейчас перейдем вот сюда видим что да он стал выделяться лучше давайте мы еще сейчас сделаем следующее мы возьмем вот так и этот вот этот вот этот вот этот вот этот вот это выделим это 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 и здесь тоже самое так и перетащим это дело на секунду на вот этот красивый голубой вот почему здесь не стал он таким так вот так все хорошо хорошо получился ли у меня здесь черный не знаю да черный есть все нормально хорошо так ну как я сказал что таким образом мы сейчас с вами попробуем попробуем поделать здесь 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 ну я уже покажу готовый результат хорошо то есть вы поняли систему выделяете полигоны он сейчас еще раз покажу что мы берем вот допустим вот этот селедку и выделяем его вот так так и берем нажимаем и вот сюда становимся вот так и получаем вот это да то есть здесь режем опять какой-нибудь рисунок и вытягиваем эти полигоны то есть в принципе все просто ну ну что терпение так как у вас его нет и у меня его нет ну то есть долго вам показывать то я покажу уже готовый результат договорились ну вот в принципе вот такой у нас самолетик получился я не делаю опознавательные знаки потому что я не знаю как на это среагирует шаттер скорее всего отрицательно а я хочу сейчас отрендерить и туда самолетик поставить ну поэтому на этом наше занятие закончено всего доброго друзья пока 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 пока